90% Латакии под контролем сирийской армии. В ходе наступления правительственных войск правительственные войска освободили еще один район с контрольно-пропускным пунктом на границе с Турцией, Аль-Сафар. Таким образом, боевики лишаются подкрепления, которое поступало из соседнего государства. Взятие следующего населенного пункта в этом направлении откроет дорогу в город Джисар, провинции Длиб, считающийся одним из главных оплотов террористической группировки Джибхата Нусра. Она, напомню, запрещена во многих государствах, включая Россию. Но чем успешнее войска Башар Асада борются с исламистами, тем больше недовольных этим на Западе. Новая Зеландия и Испания созвали заседание Совбез ООН, чтобы обсудить ситуацию в Алеппо, где поддержку сирийской армии оказывают наши летчики. Поспред нашей страны Виталий Чуркин в связи с этим напомнил, что российские военные присутствуют в Арабской республике легитимно. Мы не собираемся оправдываться за свои действия. Мы действуем очень открыто. Наше Министерство обороны проводит ежедневные брифинги. Мы присутствуем в Сирии на законных основаниях по приглашению сирийского правительства. В отличие от того, чем занимается возглавляемая США так называемая коалиция, которая действует за рамками международного права. Она, кстати, не распространяется насчет того, чем именно занимается в Сирии и Ираке, что является целями ее ударов и каковы результаты ее действий. Они также отказываются от сотрудничества с нами по борьбе с террористами. Виталий Чуркин также отметил, что Москва обсуждает с Вашингтоном предложение по урегулированию конфликта, в том числе возможность прекращения огня и гуманитарные вопросы. Дипломат также подтвердил, что идеи, касающиеся перемирия, Россия представит на сегодняшней встрече международной группы поддержки Сирии, которая состоится в Мюнхене. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова